С наступлением сезона простуд резко возросла и заболеваемость коронавируса. В Муравленко ежедневно регистрируют десятки новых случаев. Чтобы сдержать распространение опасной инфекции, в городе усилена профилактическая работа. Представители органов власти и врачи призывают население перестать вести себя беспечно и переходят от рекомендаций к требованиям. В условиях действующего в округе режима повышенной готовности, жители обязаны строго соблюдать меры безопасности, в том числе масочный режим. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к ношению масок? Ну, раз надо одевать, надо одевать. Я так. А как думаете, помогают они, защищают от вируса? Ой, мне кажется, нет. Ну, не знаю, не дай бог, конечно, болеть. Нужно соблюдать масочный режим, чтобы никого не заразить и самим не заразиться. Ответственно нужно подходить к этому. Как считаете, эффективны они вообще в борьбе с вирусом? Ну, если человек болеет, то, конечно, эффективно. Потому что, чтобы не заразить никого, очень эффективно. Я считаю, что если человек заворожен, он уже болеет, даже простым гриппом. Очень положительно. Я считаю, что это в данном случае адекватно, в данной ситуации. Я вот смотрю, у вас многоразовая маска, да? Как вы ее используете? Можете рассказать? Ну, вот я сейчас в магазин оприду, постираю и все. И до следующего раза, до выхода. Я больше так никуда не хожу. Только в магазин. Ввиду своих заболеваний там. Поэтому я особо никуда не хожу. Не знаю, защищают нет, но как законопослушный. Бражданин, я думаю, надо. Пандемия коронавируса разделила общество на сторонников ношения медицинских масок и антимасочников. Специалисты считают, что даже растущая с каждым днем статистика заболеваемости не сможет заставить абсолютно всех надеть средства защиты. А между тем, это серьезная ответственность не только перед самим собой. Прежде всего, перед другими людьми. В основном магазин приходят в масках. Если кто-то приходит без масок, забыли или что-то, мы заставляем одевать. У нас имеются одноразовые маски, выкладываем. Есть очень незначительное количество покупателей, которые приходят без масок, сопротивляются одевать. Таких не обслуживаем. По словам представителей торговых сетей, масочный режим в магазинах соблюдают лишь 60% покупателей. 30% после сделанных замечаний надевают средства защиты. Остальные 10% принципиально отказываются и уходят без покупок. В местах массового скопления людей и в городском транспорте регулярно проводятся рейды с участием сотрудников МЧС и полицейских. В ходе проверок составляют протоколы об административных нарушениях, как на обычных граждан, так и на предпринимателей. Вы допускаете нахождение посетителей в магазине без масок. То есть это предмет для составления протокола. На вас, как на должностного лица, штраф от 50 тысяч рублей. Мы говорим, маски у нас есть, антисырка, тут стоят. Информация вся имеется. Большинство торговых точек требованию Роспотребнадзора исполняет. У многих в открытом доступе антисептики и бесплатные маски для посетителей. Однако не все относятся к обязательным требованиям с пониманием. Нарушают масочный режим и сами сотрудники магазинов. В этом случае ответственность ложится на плечи должностных лиц. Вы не имеете права даже отслуживать без маски человека, вошедшего в магазин. У людей проблемы, если они сами не надевают, в городе у всех. Если не надевают, значит виноваты мы, что ли? В вашем магазине, да. Аналогичная ситуация наблюдается и в общественном транспорте. Всегда маску одеваете? Да, всегда. Как вы считаете, она помогает? Я считаю, что да, помогает. Все равно нужно в ней ходить. Надо. Сейчас в наше время так. А вообще, вы всегда одеваете в общественном транспорте? Конечно. Считается, защищает? Ну, в какой-то мере, да. Защищает. Нет, не защищает. В магазин вы тоже без маски ходите? С маской. Маски? А почему вы столько с ними не живете? Забыл маску. Всегда в маске сидит, забыла дома. В сумке просто оставила, с детьми быстро выбегала, поэтому забыла. Спокойно отношусь. Если положено носить маски, так и ношу. У нас, конечно же, висят объявления. У нас на дверях, что обязательно надо заходить в маски. Ну, и все как бы придерживаются. Бывает, что один-два человека без маски, конечно же. А так все придерживаются. Не будем кривить душой. Значительная часть горожан носит маски не от вируса, а от тех, кто проверяет их наличие. Тем временем врачи утверждают, рост ковид-пациентов не в последнюю очередь связан именно с антимасочными настроениями. А индивидуальные средства защиты уже успели доказать свою эффективность. Важно правильно их использовать. Обычная одноразовая маска идет с двух сторон цветная и белая. Вот наружный белый слой покрыт водонепроницаемым слоем. Поэтому он даже более гладкий, чем внутренний. Поэтому очень важно носить этой стороной маску наружу. Очень важно, когда маска подобрана по размеру. То есть для детей такая маска неприемлема, так как она не будет плотно прилегать к лицу и не будет защищать должным образом. Прежде чем надеть маску, необходимо убедиться в ее целостности. Для этого тщательно осматривайте средства защиты на наличие потертостей и разрывов. После того, как вы убедились в ее целостности, берем исключительно за резиночки и заводим маску поочередно за уши. Затем фиксатор должен располагаться сверху. Прикрепляем фиксатор к носу. И двумя руками заводим масочку под подбородом. Маска снимается, заводя пальцы за резинки. Опускается в поликленовый мешок и утилизируется в урну. После утилизации маски в обязательном порядке нужно вымыть руки. Или обработать антисептиком. Если вы используете многоразовую маску, то через два часа маска должна подвергаться стирке в горячей воде мыльным раствором. И после высыхания она должна проглаживаться утюгом. Развитие ситуации с вирусом во многом зависит от нас самих. Носить маску в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию и мыть руки как можно чаще. В этих манипуляциях нет ничего сложного и сверхъестественного. Если такое бережное отношение к себе и окружающим людям станет в этот непростой период нормой, нам не придется сидеть дома и вновь массово переходить на дистанционную работу. Когда в условиях пандемии весь мир живет в новой реальности, труд медработников – неоценимый подвиг. Они находятся на передовой борьбы с опасной инфекцией и уже не раз доказали, что готовы работать в сложнейших условиях. На помощь врачам сегодня приходят новейшие технологии. Так, до конца года в больнице Муравленко появится новый компьютерный томограф. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на своей странице в Инстаграм рассказал, что в ближайшее время современное оборудование будет получено больницами в шести ямальских городах. Упростить работу врачам и повысить качество оказания медицинской помощи призвано и оборудование, поступившее в городскую больницу по федеральному проекту развития детского здравоохранения в рамках национального проекта здравоохранения. С 2018 года мы получали офтальмологическое оборудование для диагностики, а также для кабинета охраны зрения. В 2019 году мы получили КГ-аппарат, ультразвуковой аппарат для диагностики детского населения. И в 2020 году мы получили станцию для определения анализа мочи, осадка мочи. И два аппарата для проведения лечебной физкультуры – это механотерапия, велоэргометрия. С автоматическим и удобным в применении оборудованием теперь работают специалисты клиника диагностической лаборатории. Новая станция объединила в себе сразу два анализатора в одном. Биохимический анализатор мочи одномоментно может на борт загружать до 100 проб и выполнять 240 тестов в час. Биохимический анализ выполняется по 13 параметрам, таким как цвет, мутность, PH, белок, удельный вес и другие показатели. Исследование мочи – один из важнейших и обязательных анализов, которые назначают пациенту при первичном обращении за медицинской помощью. Раньше этот процесс был более рутинным и трудоемким. Теперь новая станция обеспечивает оперативное получение данных и достоверный результат, исключающий ошибки и неточности. После проведения биохимического анализа аппарат приступает к исследованию осадка. Анализатор осадка мочи применяется для количественного определения различных частиц осадка мочи, таких как эритроциты, лейкоциты, эпителиальные клетки, цилиндры, микробактерии, слизь и другое. В основу данного анализатора лежит автоматическое обнаружение и категорирование частиц элементов мочи. Специалисты управляют прибором при помощи большого цветного сенсорного экрана, а встроенный принтер выводит показания на бумагу. Результаты хранятся в единой базе, поэтому в любой момент медработники могут найти все данные пациента. А это оборудование появилось в отделении физиотерапии – аппараты нового поколения российского производства. Предназначены для реабилитации пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, периферической и центральной нервной систем. Один из них – мото для ног – используется как для активных, так и пассивных тренировок, что особенно важно для пациентов с ограниченными возможностями передвижения. Уникальный тренажер, говорят врачи, оснащен всеми необходимыми умными функциями, включая бостерапию. Мы можем благодаря этой системе регулировать пульс пациента, регулировать симметричность нагрузки, то есть работу правой-левой конечности, определять спазмированность мышц, активность работы мышц. Здесь несколько игровых программ, мотивирующих движение. А это тренажер-велоэргометр. Он способствует укреплению мышечного корсета, уменьшению отечности, помогает восстановить физиологическую симметрию работы нижних конечностей. Индивидуальные параметры и результаты тренировки видны сразу. Они отображаются на цветном дисплее. Он предназначен для восстановления после травм, после перенесенных инсультов, в лечении кардиологических пациентов, после перенесенных заболеваний, таких как инфаркт миокарда, ишемическая болезнь и другие. Его можно применять как в лечении пациентов, так и в диагностических целях в определенных условиях. Новейшие медицинские аппараты, оснащенные высокими технологиями, окажут муравленковским врачам значительную помощь в процессе диагностики, лечения и восстановления пациентов. На сегодня это все. Берегите себя и своих близких. Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...